С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала ему, Господу миров, мир и благословение, его пророку, его семье и сподвижникам. Сегодня, если пожелает Аллах, постараемся закончить тему битвы при Ухуде. После сражения на поле битвы пришла София, тётка пророка. Она хотела посмотреть на своего брата Хамзу. А ведь после его смерти многобожники изуродовали его тело. И посланник Аллаха велел её сыну Зубейру увести её, чтоб она не увидела, что постигло её брата. Зубейр сказал, дескать, не ходи, не смотри. Но она говорит, почему? Я же знаю, что моего брата изуродовали. Но это постигло его на пути Аллаха, поэтому мы довольны. И мы будем терпеть и надеяться на награду, если пожелает Аллах. У Софии с собой было два куска ткани. Она их отдала сыну Зубейру. Говорит, я это для Хамзы купила. Я знала, что его убили. Я знала, что его убили. Похороните его в этом. Зубейр пошёл заворачивать Хамзу в эту ткань. И Зубейр рассказывал, рядом с Хамзой лежал ансар, сподвижник пророка из Медины. И для него не было савана. Его не во что было заворачивать. И Зубейр говорит, мне стыдно так стало, что у Хамзы два куска ткани, а у ансара этого ни одного. И они эти два куска ткани поделили на каждого из них. Тот, что побольше достался тому, кто был выше ростом. Видите, какими бедными были ансары. Даже савана не нашлось для этого сподвижника. А ведь он не один такой был. Много кому не хватало. Посланник Аллаха, мир ему и благословение. Осмотрел всех убитых. Уже после того, как курайшиты ушли. Глядя на Хамзу, пророк сильно плакал. В некоторых сообщениях даже говорится, что курайшиты даже отрезали ему половой орган. Представляете, какими мерзкими людьми были эти многобожники. А пророку, каково это было видеть? Хамзу изуродовали, как никого другого. Вырезали печень, отрезали нос, пальцы. То есть целенаправленно хотели сделать больно. Посланнику Аллаха, мир ему и благословение. В прошлой серии я рассказывал, что пророк, увидев это, сказал, я сделаю это с 30 из них, чтобы отомстить за Хамзу. Но Аллах не спасал в Коране. Если вы подвергнете их наказанию, то наказывайте их так, как они наказывали вас. Но если вы проявите терпение, то так будет лучше для терпеливых. И после того, как пророк получил от Аллаха этот аят, он запретил уродовать тела. Посланник Аллаха велел с подвижником выкопать могилы. Каждого по отдельности хоронить не могли. Поэтому в одной могиле хоронили по двое, по трое, иногда по четверо. И посланник Аллаха сказал, тех, кто знал Коран больше остальных, хороните первыми. Смотрите, да, какая благодать от Корана. В заучивании и изучении Корана. Знание Корана приносит почет и живым, и мертвым. А Коране, пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Поистине, посредством Корана Аллах возвысит одних и понизит степень других». В хадисе из сборника Суннан Абудавуда говорится, что посланник Аллаха сказал, что среди прочих способов выразить почет Аллаху, есть следующие два. Это выразить уважение старшим, людям, у которых седая борода, и тем, кто знает Коран. Когда убитых похоронили, пророк собрал с подвижников на поле боя и произнес побуждающую и вдохновляющую речь. И среди прочего, пророк сказал, «В судный день я буду свидетельствовать за каждого из них». В сборнике муснад имама Ахмада говорится, что посланник Аллаха помолился за убитых. Некоторые ученые средних веков считали, что пророк над убитыми прочитал похоронный намаз. Но это не так. Он просто сделал дуа. Попросил Аллаха за мучеников Ухуда. По исламу над мучениками. Джаназа не читается. Похоронный намаз не читается. Пророк восхвалил Пречистого Всевышнего Аллаха и сказал, что то, что случилось, произошло по воле Аллаха. И пророк попросил Аллаха дать мусульманам благодать в этом мире и защитить их от наказания в судный день. И пророк попросил Аллаха, чтобы тех, кто их убили, постигло возмездие. И посланник Аллаха сказал, что когда мученики воскреснут в судный день, их раны будут такими же свежими, как в момент смерти. Выглядеть раны будут окровавленными, но от них будет исходить прекрасный запах мускуса. Этой речью пророк хотел поднять дух мусульман. Ведь только что их постигли такие травматичные события. Точное число убитых нам неизвестно. Но большинство из них были ансарами. Говорится, что ни в одной битве не погибло столько ансаров, как в битве при ухуде. Ибн Исхак упоминает цифру 65. Ибн Хишам говорит, что на 5 больше, то есть 70. А по некоторым сообщениям от них только убитых ансаров было 70. Аллах говорит в Коране. Когда несчастье постигло вас, после того, как вы причинили вдвое большее несчастье, вы сказали, откуда все это? О чем это тает? О битве при Бадре. Когда мусульмане убили 70 многобожников и столько же взяли в плен. То есть в битве при Бадре мусульмане нанесли идолопоклонникам урон в размере вдвое больше того, что многобожники нанесли им при Ухуде. И в этом аяте Аллах говорит им, что хоть сейчас вы и пострадали, но при Бадре вы нанесли им вдвое больший урон. И этот аят доказательство того, что при Ухуде было убито 70 человек. И очень интересно, что в этой битве в плен не взяли никого, кроме одного человека. Его на поле боя нашли. Известно о нем немного. Его звали Абу Узза. В битве при Бадре он воевал против мусульман. И его взяли в плен. За него назначили выкуп 4000 серебряных монет, 4000 дирхамов. Он умолял посланника Аллаха отпустить его. Он сказал, «О, Мухаммад, у меня нет сыновей, только дочери. Пожалуйста, прояви щедрость. Отпусти меня домой». Посланник Аллаха был человеком с мягким сердцем. И он отпустил его под обещание, что он больше не будет сражаться с мусульманами. Причем пророк отпустил его даже без выкупа. Но перед битвой при Ухуде к Абу Уззе обратился Абу Суфьян. Абу Узза поэтом был. И Абу Суфьян попросил его написать какие-то вдохновляющие к бою стихи. Он говорит, «Я не могу». Мухаммад взял с меня обещание, что я никому не буду помогать против мусульман. Абу Суфьян говорит, «Да ладно, нас три тысячи. Ты думаешь, мы проиграем? Если мы победим, и тебе доля перепадет. Но даже если убьют тебя в этом замесе, слово даю, лично о твоих дочерях позабочусь, как о родных». Напоминаю, Абу Суфьян был из элиты Курейша. И Абу Узза польстился на это. Думает, «Ну а че, трофеи плохо, что ли? Ну а убьют? В хорошие руки попадут. Дочки-то мои». Так что он пренебрег обещаниям, данным посланнику Аллаха. Написал бы его стих и лично вышел на войну. Он поступил вероломно. А Аллах говорит в Коране, «Поистине, Аллах не любит изменников». И Аллах уготовил Абу Уззе унизительную участь. Его казнили на поле боя. Представляете, да? Из трех тысяч курайшитов в плен одного его взяли. После этого пророк, мир ему и благословение, вернулся в Медину. Женщины и дети выстроились в ряды, встречая своих. Они не знали, кого убили, а кто выжил. И женщины, когда начали узнавать, что их мужей убили, начали причитать, кричать во все горло, оплакивая умерших. «Жить без тебя не смогу». Они причитали, «За что мне это? На кого ж ты нас оставил? Что ж с нами будет-то теперь?» Ну и все это сопровождалось криками во все горло, плачем. Женщины могли рвать на себе одежду, ударять себя. В итоге Медину наполнили звуки таких вот причитаний. Но 70 человек убили. Их по всей Медине оплакивали. И посланник Аллаха сказал, «А вот Хамзу никто не оплакивает». А Хамза не женат был. И когда женщины услышали это, жены ансаров собрались возле дома посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и начали оплакивать дядю пророка Хамзу. Смотрите, да? Стоило пророку сказать лишь одну фразу. Исподвижницы откликнулись. Лишь одна фраза исподвижницы пришли к дому пророка. Посланник Аллаха вышел к ним, похвалил им, сказал им добрые слова и постановил, что отныне оплакивание запрещено. То есть с этого момента оплакивание умерших становится харам по исламу. Становится запретным по закону Аллаха. Вскоре после битвы при Ухуде жена одного из ансаров родила. Ее муж пришел к пророку и спросил, «Как мне назвать ребенка?» И посланник Аллаха сказал, «Назови его самым любимым для меня именем Хамза». Впоследствии пророк Мухаммад сказал, что самые любимые для Аллаха имена это Абдуллах и Абдул-Рахман, раб Аллаха и раб милосердного. К жене убитого Мус Аба бин Омейра посланник Аллаха пришел лично, чтобы сообщить о том, что убили ее мужа. Помните Мус Аба, сподвижник пророка, который рос в роскоши, а когда ислам принял, первым переселился в Медину. Через него Аллах многих привел в ислам. И вот пророк лично навестил его жену «Хаману», чтобы сообщить ей трагичную весть. Это показывает, какое высокое положение перед Аллахом занимал Мусааб. Хамза, конечно же, тоже очень высокое положение занимал перед Аллахом. Посланник Аллаха сказал ей, «Ожидай награды от Аллаха». Эти слова он сказал с негативным, трагичным подтекстом, что означало «Прояви терпение, крепись и ожидай награды от Всевышнего Аллаха». Она говорит, «Кого убили?» Пророк сказал «Брата твоего». Ее брата тоже убили. Пророк постепенно ее к этому подготавливал. Она стала взывать к Аллаху, говорить «Пусть Аллах примет его мученичество». Пусть Аллах простит его. Помолилась Аллаху за него. Пророк сказал «Еще ожидай награды». Она говорит, «Кто еще?» Пророк говорит «Мусаб бин Алмейр». Она начала плакать, причитать. Это еще в то время, когда причитания не были запрещены. Также приводится история неизвестной женщины. В какой точно момент это было непонятно, но приблизительно в этот же период. В битве при Ухуде у этой женщины убили отца, мужа и брата. То есть, она сразу троих потеряла. Но она также думала, что посланника Аллаха убили. И когда ей сообщили о том, что убили ее семью, она спросила, «А что с посланником Аллаха?» Говорят, «Живой он». И пока она не увидела пророка воочию, она не успокоилась. Увидев пророка, она сказала, «Зная, что с тобой все хорошо, любую беду можно пережить». Что касается битвы, курайшиты решили уйти, зная, что посланник Аллаха жив. Помните же, Разговор Абу Суфьяна с Ромаром ибн Аль-Хаттабом. Ромар сказал, «Все трое живы, пророк Абу Бакар и Ромар, и мы отомстим вам». И несмотря на это, курайшиты решили вернуться в Мекку. Но по пути назад, еще когда недалеко отъехали, между ними разгорелся спор, как в итоге сделать-то, может вернуться все-таки, добить всех остальных, или все-таки в Мекку вернуться. И как раз вот этого посланник Аллаха и опасался. И сразу, по возвращении в Медину, пророк объявил, надо послать отряд, чтобы быть уверенными, что они не вернутся. Кто пойдет? Но пойти может только тот, кто участвовал в битве. Вызвались 70 человек. Во главе них был Али, сын Абу Талиба. Это уже было воскресенье, 16-го числа, месяца Шауаль. А битва при Ухуде была в субботу, 15-го Шауаля. Пророк велел им разместиться в местности под названием Хамра-Аль-Асад. Поэтому этот военный поход так и был назван. Хамра-Аль-Асад. Пророк сказал, ждать там. Сказал, завтра мы присоединимся к вам. Посланник Аллаха сказал Али, посмотри, на чем они будут ехать. Если будут ехать на лошадях, а верблюдов позади оставят, значит придут в Медину. А если поедут на верблюдах, оставив лошадей позади, значит они вернутся в Мекку. На следующий день посланник Аллаха присоединился к ним. В итоге стало ясно, что курайшиты едут на верблюдах в Мекку. И эту группу из 70 человек Аллах похвалил в Коране. Которые ответили Аллаху и его посланнику после того, как им нанесли ранение. В суре семейства Эмрана Аллах не спасал пророку много аятов о битве при Ухуде. Они в перемешку с аятами на другие темы. Вот, например, сура трофеи она вся о битве при Бадре. А в суре семейства Эмрана эти аяты чередуются с другими. 5-10 аятов в одном месте, дальше в суре еще аята три и так далее. Жена пророка Аиша прочитала этот аят Урве сыну Зубейра и она сказала ему племянник оба твоих отца ответили Аллаху и его посланнику. То есть этот аят в том числе и про обоих твоих отцов. О ком речь? Первый это Зубейр отец Урвы и дед Урвы Абубакр. Так вот посланник Аллаха мир ему и благословение на следующий день присоединился к Али и они пробыли там три дня. Наблюдали не развернутся ли курайшиты и не пойдут ли обратно в Медину. На самом деле курайшиты были на волоске от того чтобы вернуться. Но Всевышний Аллах сделал так что этого не произошло. Курайшиты обсуждали этот вариант. Многие считали что задача не выполнена. И больше всех на этом настаивал Рикрима ибн Абуджахль сын Абуджахля. Он настаивал на том чтобы вернуться в Медину чтобы покончить с мусульманами раз и навсегда. Ну и как обычно молодые более горячие кто постарше порассудительнее. И вот Софуан ибн Умайя один из элиты курайша выступил против этой затеи. Говорит курайшитам о мой народ лучше не надо они сейчас такие разъяренные на нас. Особенно на то что тело Хамзы изуродовали. Мы же не знаем может те мусульмане из племен Аус и Хазрадж которые не участвовали в битве теперь выйдут против нас. Их уже больше будет. Курайшиты не знали что в Медине есть лицемеры неверующие выдающие себя за мусульман. Все что они знали это то что часть мусульман Медины не сражалась. Вот Софуан и говорит за то что мы их соплеменников убили остальные точно выйдут против нас. Сотни людей не участвовавших в сражении выйдут и шансов у нас мало. Но Икрема сын Абуджахля продолжал настаивать говорит мол да какой там еще мы бояться сейчас начнем их мы не только Мухаммада не убили но даже и трофеев не собрали женщины за что нас уважать будут и Икрема уже было убедил Курайшитов что надо вернуться но Всевышний Аллах помешал им был такой человек его звали Маабед из племени Хузаа он был из элиты своего племени на тот среди ученых разногласия принял он в итоге ислам или нет скорее всего все-таки принял но на тот момент он был язычником уважаемым представителем элиты своего племени хоть он тогда и не был уверовавшим все равно сердце его склонялось на сторону мусульман его коробило варварское поведение курайшитов их беспредел противоречил даже языческим ценностям по воле Аллаха Маабед проходил неподалеку от Медины и он решил зайти в Медину узнать как там мусульмане выразить пророку свою солидарность с ним ну а почему бы не зайти он лично с ним не враждовал и вот он пророку Мухаммаду говорит слышал я о битве я осуждаю поведение курайшитов я был бы рад если бы вы нанесли им поражение ну поговорили да он поехал по своим делам и по воле Аллаха на обратном пути он повстречал отряд курайшитов Абу Суфьян его узнал он знал что Марбет из элиты племени Хузаа и он такой сейчас и узнаем отличная возможность ему подвернулась узнать что происходит в Медине Марбет только что оттуда и они доверяли ему он же идолопоклонник не мусульманин и он спрашивает ну как там Мухаммад и его люди и Марбет понял что у него прекрасная возможность и нарисовал им красочную эпичную картину лучше вам подальше от них держаться и Марбет не зная о чем курайшитам говорил Софуан по сути повторил все что он сказал говорит они в край разъяренные те кто на войну не вышел сейчас готовы сражаться Марбет молодец он им в цвет такие ужасы нарисовал в точности то чего опасался Софуан мусульмане говорит рвут и мечут жаждут мести они говорит поклялись что не успокоятся пока не отомстят за все что вы им сделали в битве при ухуде Абу Суфьян говорит и как нам лучше сделать я говорит советую вам на всех парах мчаться отсюда ну а когда такой знатный человек так перепуган тут уж понятно что надо ноги делать таким вот образом Всевышний Аллах уберег мусульман неожиданным для всех путем как Аллах говорит в Коране и наделит вас уделом оттуда откуда вы не ждете при этом мусульмане даже пальцем не пошевелили они даже не знали что Аллах от них отвел такую опасность и так как пророк не знал они пробыли в Хамра Аль-Асад три дня и когда уже были уверены когда разведка доложила что курайшиты точно ушли тогда мусульмане вернулись в Медину это был конец битвы при Ухуде можно ли считать что мусульмане потерпели поражение на Ухуде с одной стороны если посмотреть на потери мусульман то однозначно без вопросов мусульмане проиграли если только численные потери рассматривать то это поражение потери курайшитов 22 человека а у мусульман потери как минимум 70 человек может 75 то есть мусульмане понесли втрое большие потери тут не поспоришь но в то же самое время можно посмотреть на это и с другой стороны не только со стороны потерь верующих ведь изначально какие цели были у каждой из сторон целью мусульман было просто защитить Медину цель была достигнута да а цель курайша стереть с лица земли мусульман они достигли этой цели нет даже близко нет они провалили операцию во многих аспектах хотели напасть неожиданно но не вышло и вот кстати говоря передается что Абу Суфьян подозревал об утечке информации он сказал они подготовились помните насколько быстро курайшиты из Мекки приехали в Медину просто невероятно быстро Абу Суфьян начал подозревать что кто-то предупредил мусульман так оно и было мусульман предупредил Аббас дядя посланника Аллаха то есть элемент неожиданности не удался в начальной стадии битвы мусульмане успешно атаковали оттеснили многобожников вынудив их к отступлению если посмотреть на конец битвы то можно на это посмотреть с такой стороны вообще кто остался на поле боя кто ушел по факту ведь именно мусульмане остались на поле сражения а курайшиты ушли смотрим дальше военно пленные у мусульман был один пленный а у курайшитов ноль вроде не густо но один больше чем ноль дальше не курайшиты пошли за мусульманами на следующий день а мусульмане за ними мусульмане и здесь в преимуществе следующий момент после битвы мусульмане три дня продежурили а курайшиты ушли и это тоже показатель победы кто остался тот и победил дальше вопрос торгового маршрута по которому ходили караваны в Сирию для курайшитов этот путь так и остался отрезанным вопрос не решен осталась угроза от мусульман ничего для курайшитов не изменилось но и свидетельство самих курайшитов Рейк Ремасын Абу Джагля прямо же сказал мы дело до конца так и не довели перед женщинами нечем похвастаться он понимал что это не победа так что в сухом остатке что можно сказать битва при ухуде конечно же не является чистой победой мусульман но и поражением ее нельзя назвать это где-то посередине ну и как сказал Омар сын Хаттаба в разговоре с Абу Суфьяном в конце битвы не равны наши убитые наши убитые в раю а ваши в адском огне так что со всех сторон битва при ухуде для мусульман закончилась победой единственное что мусульмане понесли потери теперь давайте сравним битву при ухуде с битвой при Бадре о битве при Бадре Всевышний Аллах говорит в Коране в Суре Аль-Анфаль трофеи чтобы Аллах отделил скверного человека от доброго и чтобы Аллах бросил скверных одного на другого собрал их вместе и поместил в гиене в огне ада скверные это кто? идолопоклонники а добрые кто? мусульмане в Суре семейства Имрана Аллах говорит похоже Аллах не оставит верующих в том положении в котором вы находитесь до тех пор пока не отделит скверного от благого то есть получается в том что произошла битва при ухуде такая же мудрость как и в том что произошла битва при Бадре но здесь иначе при Бадре в роли плохих были многобожники а в битве при ухуде кто плохой? лицемеры то есть сам Аллах говорит в Коране что одно из самых больших преимуществ того что случилась битва при ухуде было то что мусульмане поняли истинную природу лицемерия раньше они этого не понимали до этого момента не видели этого были еще надежды на лучшее типа ну вряд ли все настолько плохо да ну как так неужели они не помогут нам то есть мусульмане до последнего верили но когда курайшиты напали лицемеры развернулись и пошли по домам и мусульманам нужно было увидеть это чтобы во всей полноте понять что же такое лицемерие при бадре выявились вера и неверие а при ухуде выявились вера и лицемерие что касается бадра Аллах говорит в Коране но Аллах желает подтвердить истину своими словами и искоренить неверующих чтобы восторжествовала истина и исчезла ложь даже если это ненавистно грешникам а касательно битвы при ухуде Аллах говорит в суре семейства имрана то что постигло вас чтобы Аллах узнал верующих и узнал лицемеров им было сказано придите и сразитесь на пути Аллаха или хотя бы защитите самих себя они сказали если бы мы знали что сражение состоится то мы непременно последовали за вами в тот день они были ближе к неверию чем к вере они сказали мол да не будет войны если все серьезно было ну конечно мы пошли бы тогда вот еще одно сравнение битвы при ухуде с битвой при бадре помните перед бадром всевышний аллах показал сон пророку мухаммаду мир ему и благословение в этом сне аллах показал пророку что враг малочисленен и аллах объяснил в чем мудрость этого сна аллах говорит в суре трофеи вот аллах показал тебе их во сне малочисленными если бы он показал тебе их многочисленными то вы пали бы духом это бы вас деморализовало и вы стали бы припираться при принятии решения однако аллах уберег вас смотрите да аллах милости казал им сделал так что они не стали припираться а при уходе аллах исполнил данное вам обещание когда вы уничтожали их с его дозволения пока вы не пали духом не стали припираться спорить относительно приказа и не ослушались после того как аллах показал вам то что вы любите при бадре этого не было а при уходе мусульмане впали в споры и ослушание и пострадали при бадре мусульмане подчинились не спорили и аллах уберег их а при уходе мусульмане стали припираться начиная с того момента когда они совещались когда выходить на бой потом спорили потом не могли прийти к единому мнению о том что делать с лицемерами и в итоге что еще хуже ослушались посланника Аллаха это из корана при бадре вы подчинились а при уходе ослушались после того как Аллах показал вам то что вы любите то есть деньги вы ослушались в битве при бадре когда вы подчинились Аллаху Аллах уберег вас от споров препирательств деморализации а когда при уходе вы ослушались Аллаха как получилось вы спорили припирались и в итоге пали духом хотя в начале битвы при уходе Аллах дал мусульманам почувствовать вкус победы Аллах говорит Аллах исполнил данное вам обещание когда вы уничтожали их с его дозволения Аллах говорит о начальной стадии битвы о первой успешной атаке и Аллах говорит после этого он заставил вас бежать от них чтобы испытать вас и в конце аята Всевышний Аллах говорит он уже простил вас и это очень важный момент Аллах ясно сказал в Коране что все что было при уходе Аллах простил вам передается что Утман ибн Афан Аллах доволен им много много лет спустя после смерти посланника Аллаха когда случилась политическая смута услышал в свою сторону упрек разве ты не был из тех кто убежал при уходе Аллах сказал да я убежал но разве ты не читал Коран и процитировал аят он уже простил вас говорит да я ошибся когда мы с другими мусульманами остались без защиты я убежал Аллах не был в той группе которая была с пророком он не от пророка убежал а с теми с кем был но дескать сам Аллах сказал что простил меня как ты можешь меня упрекать также Аллах не спаслал такой аят если вы поможете Аллаху Аллах поможет вам и укрепит ваши стопы то есть через единство и искренность Аллах поможет вам а за разобщенность споры ослушание всевышнего Аллаха Аллах лишит вас помощи давайте сравним что сподвижники пророка говорили при Бадре и как поступили в битве при Ухуде перед битвой при Бадре Саад ибн Муаз сказал пророку поведи ты нас хоть на край света поведи нас хоть в океан мы пойдем строго за тобой веди нас хоть куда куда Аллах повелит тебе идти мы пойдем за тобой а перед битвой при Ухуде что сказал Абдаллах бин Убей а с чего это мы должны его слушать он то ведь нас не послушал какой контраст че это я его буду слушать он же меня не послушал и Абдаллах бин Убей ушел а вместе с ним еще сотни три в битве при Бадре у сподвижников особо ни оружия ни брони не было но они хотели биться а при Ухуде было и оружие и броня но мусульмане польстились на трофеи и за это поплатились это наглядная картина того что бывает когда слушаешься Аллаха и что бывает когда Аллаха ослушаешься когда ты неискренен со Всевышним Аллахом еще одно сравнение битвы при Бадре и битвы при Ухуде при Бадре случилось поразительное всю элиту перебили просто всех поэтому Бадр это просто чудо ни один элитный курайшит с Бадра не вернулся и поразительно но плюс-минус каждый элитный курайшит бившийся при Ухуде принял ислам Абу Суфьян Рикрима Халид Ибн Уалид Софуан уму непостижимо Всевышний Аллах знает кто достоин идти прямым путем а тех кто этой чести не заслуживает Всевышний Аллах унижает таких на Бадре убили и когда посланника Аллаха ранили в битве при Ухуде помните что он сказал как Аллах простит их когда они с пророком так и Аллах не спасал аят и если вы понимаете арабский то знаете что фраза жестковатая она осаживает ты не имеешь к этому никакого отношения ни у кого нет права вмешиваться в предопределение Аллаха ни у кого даже у пророка даже у посланника Аллаха понятно он величайший человек он печать пророков милость для миров но он не бог у Аллаха абсолютное господство понятно что пророк эти слова сказал в гневе и мы его конечно же прекрасно понимаем но Аллах ясно сказал ему что да они совершили несправедливость Аллах же это говорит в аяте но это не тебе решать кого Аллах простит а кого накажет и в итоге смотрите как вышло причист Аллах большинство знатных курайшитов которые воевали при ухуде против мусульман приняли ислам Аллах повел их прямым путем Халиды вообще прозвали меч Аллаха того самого Халида сына Уалида пророк почтил его сказал что он меч из мечей Аллаха также мы видим что победа не гарантирована даже если ты лучший человек в мире коим и был посланник Аллаха мир ему и благословение Аллаха он был лучшим творением Аллаха но победа не приходит просто потому что ты хороший мусульманин победы добиваются и поэтому Аллах позволил ранить даже пророка чтобы показать людям что Аллах испытывает всех и Аллах показал что пророк такой же человек его ранили так же как ранят других он истекает кровью так же как другие а то по сей день есть люди которые считают что он не человек что он тень не отбрасывал но конкретно в этом моменте сиры мы видим что он такой же человек но и конечно же вся битва при ухуде является одним большим уроком примером того какая судьба ждет тех кто ослушается Аллаха тех кто предпочитает земную жизнь вечной вот главная мораль исхода битвы при ухуде Аллах через эти события очень четко показал это людям Аллах возвысил мусульман через битву при Бадре из-за искренности единства терпения ради Аллаха а в битве ухуд мусульмане были унижены из-за того что ослушались Всевышнего Аллаха и предпочли блага земной жизни награде от Всевышнего Аллаха в сахихе аль-Бухари передается что один из ансаров Укба сын Амира рассказывает следующее это очень интересный хадис через 8 лет после битвы при ухуде в год своей смерти посланник Аллаха встал на Минбар на трибуну он уже болел это была последняя неделя его жизни и он сказал сподвижникам когда Аллах в судный день воскресит всех людей я вас буду ждать у водоема который Аллах даровал мне и я буду перед Аллахом свидетельствовать о вас пророк говорил с подвижником встретимся у водоема пророк сказал я словно вижу этот водоем и Укба сказал это был последний раз когда я видел лицо посланника Аллаха и пророк сказал я не переживаю за то что вы впадете в ширк в многобожие но я беспокоюсь что двери этого мира откроются для вас и вы станете соревноваться друг с другом в том кто из вас сможет взять больше мирских благ посланник Аллаха переживал что мусульмане пристрастятся к благам бренной жизни и по сей день община Мухаммада поражена этим недугом любовью к мирскому мусульмане хотят побольше имущества накопить побольше урвать а ведь от этого то нас и предостерегал пророк в самом конце своей жизни теперь иншаллах перейдем к вопросам да пожалуйста спрашивайте хороший вопрос да действительно поначалу когда мусульмане шли на Бадр целью был караван но перед битвой они поменяли намерение и пошли сражаться уже ради Аллаха и Аллах помог им а на битву при Ухуде изначально мусульмане шли ради Аллаха но когда увидели трофеи у многих загорелись глаза и намерение их изменилось с высокого до приземленного а ведь посланник Аллаха сказал что дела оцениваются по их окончанию и при Ухуде намерение мусульман понизилось ценой подчинения Аллаху спрашивайте так вопрос о том в чем заключалась мудрость Аллаха когда пророка ранили Аллах показал верующим что даже своему любимому пророку мир ему и благословение Аллах не дал победу на блюдечке даже пророк должен был бороться за нее как боролись за нее до него и после него и тот кто призывает к исламу должен знать что человек по стопам которого он идет страдал куда больше него и это будет его успокаивать это будет придавать ему сил если над тобой смеются то посланника Аллаха высмеивали куда больше если тебе физически вредят то посмотри как с посланником Аллаха обошлись в Туаифе до крови камнями закидали в ответ на то что он призывал поклоняться одному лишь Аллаху пророк Мухаммад это пример для людей Аллах в Коране назвал его милостью для миров рахматаллил-аламин тем что пророка ранили Аллах показал людям что у каждого свое положение у Аллаха такое положение которое подобает иметь Господу а у поклоняющегося Аллаху свое место это трудно представить но существуют люди которые обожествляют пророка да исправит их Аллах они ему приписывают божественные качества и когда мы видим в Сире что пророка ранили это же очевидно показывает что никак не может обладать он божественными качествами он страдал как обычный человек к тому же Всевышний Аллах сказал что он не имеет никакого отношения к тому кого Аллах простит а кого нет нет